Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа компании Люди и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Мария Галенкова, директор по маркетингу группы компании Inventive Retail Group. Добрый день, очень рада встрече. А что такое компания Inventive Retail Group? Inventive Retail Group существует на нашем рынке 2005 года. Это управляющая компания сетями фирменных магазинов в нашем портфеле. На текущий момент уже 7 брендов. Исторический наш бренд, конечно же, это бренд Restore, глубоко любимый нами. Два других бренда электроники Samsung, Sony. Три бренда в портфеле, которые посвящены именно этому сегменту. Lego конструкторы, Prenatal, новый бренд, который мы запустили только в этом году. Это одежда для беременных и для детей в возрасте до 8 лет. Другой наш бренд из фэшн-индустрии, это Nike. Спорт товары, кроссовки и спортивная одежда для занятия спортом. И, соответственно, последний бренд, который мы анонсировали только сегодня, это бренд Una Di Cinquento. Это новый для нас совершенно сегмент, ювелирный рынок. Это дорогая бижутерия, испанский бренд с более чем 20-летней историей. Новинка для рынка, для наших клиентов. Очень гордимся этим и будем развивать новый проект. Это магазины, сеть магазинов или это, например, интернет-площадки? Что это такое? Где вы продаете этот продукт? Это в первую очередь сеть фирменных магазинов. То есть исторически мы являемся компанией, которая ориентирована на ритейл-сегмент. И основная доля наших продаж, она, безусловно, приходится именно на этот сектор. Но мы не оставляем без внимания онлайн. И в большинстве наших проектов, где по соглашению с производителем есть возможность онлайн-продаж, мы делаем обязательно онлайн-проекты. И, безусловно, учитывая тот фактор популярности всех онлайн-коммуникаций, которые мы сейчас видим, и склонность компании к использованию по максимуму всех возможностей омни-стратегий, так называемых, то есть интеграции и оффлайн, и онлайн-инструментов, мы движемся именно по этому пути. Поэтому у проектов Restore, Sony, Samsung, Lego, практически у большинства, за исключением, пожалуй, Nike, у нас есть и онлайн-сегмент, онлайн-продажи, либо есть онлайн-площадка, которая просто предоставляет клиентам доп-сервисы, такие как посмотреть каталог, цены, наличие, зарезервировать товар. Это тоже с учетом бешеного ритма, в котором мы живем, очень актуально и востребованы у наших клиентов. У вас такие разные в портфеле бренды, и при этом есть конкурирующие, там, например, Samsung, ну, частично, и там Apple, я имею в виду продукция Restore. Вот как вы все это в одном собираете, как вы работаете с целевыми аудиториями? Целевая аудитория, как я понимаю, везде разная, но есть и пересечения. Вот как вы работаете? Безусловно. Ну, во-первых, я бы отметила то, что структура матричная у компании, и это означает то, что мы выделенно работаем с каждым брендом отдельными командами. То есть каждый бренд внутри группы компании получает отдельное внимание, и люди со своей экспертизой работают над тем, чтобы поддерживать продажи и помогать развиваться направлением. Целевые аудитории разные, на самом деле. То есть, безусловно, это электроника, но есть своя специфика у наших потребителей. Мы проводим исследования разного формата. Полевые исследования очень активно начали проводить с прошлого года. Мобильные исследования, что мы вообще считаем очень таким оперативным и удобным инструментом для компании, для получения обратной связи от клиентов. А у нас достаточно высокий уровень лояльности, наша аудитория, и они очень хорошо откликаются на наши призывы поучаствовать в нашей работе, помочь нам улучшить ее. Поэтому с точки зрения рестора, это более молодежная аудитория, это аудитория, для которой важны современные такие мобильные технологии, которые хотят выделиться, это аудитория, которая хочет жить всегда в тренде. Но это не только Apple, правильно я понимаю, в ресторе? В ресторе нет, не только Apple, но что собой представляет рестор? Рестор — это Apple и все то, что вокруг Apple, мы это называем красивым словом экосистема. То есть рестор, безусловно, предлагает это большое наше преимущество, максимально широкий, я бы даже назвала его оптимальным портфелем, аксессуарики для наших потребителей. То есть мы постоянно работаем над этим направлением, и направление аксессуарики, я бы даже его назвала наиболее приоритетным у нас с точки зрения портфеля именно в рестор, потому что, если сравнить нас с конкурентами, а мы не единственные, кто продает Apple на сегодняшний день, но имеем свою собственную торговую марку в данном случае, в отличие от направлений Samsung и Sony, где мы работаем под торговой маркой производителей, то здесь наличие интересных гаджетов, интересных аксессуаров, которые позволяют нашему потребителю выделиться, то есть быть не просто с айфоном, а, например, с айфоном в красивом кожаном чехле или с красивыми стразами, или еще что-то. Ну или какой-то гаджет дополнительный. Совершенно верно, да. Например, такие гаджеты, как мы их называем, гаджеты для здорового образа жизни, замерить вес, видеокамера для того, чтобы посмотреть, как чувствует твой малыш дома, пока ты на работе. Да, вот эти все гаджеты, они крайне-крайне популярны, и мы постоянно занимаемся мониторингом рынка, добавляем в портфель. Ну и, как правило, это какие-то могут быть известные и менее известные бренды. Совершенно верно. И вы здесь в как бы такая стратегии, что основная коммуникация вокруг Apple. Да. Все, что появилось. Если мы говорим о проекте Ресторта, да. Ну, я говорю, мы сейчас говорим, да, про Ресторт. Но при этом точно такие же гаджеты есть, например, и у Самсунга. Если говорить про аксессуары, то безусловно, но здесь на это не мы влияем, а это реакция производителей, которые также видят, что есть лидеры на рынке. А я считаю, что мы как раз по электронике уже работаем с ключевыми премиальными брендами в сегменте электроники. То есть по электронике мы вряд ли будем расширять наш портфель. И здесь мы просто отсматриваем то, что готовят нам производители. Отбираем, конечно, самое лучшее, потому что рынок перенасыщен. По направлению Apple он еще более перенасыщен. И продавать все подряд мы, конечно, не можем. Мы выбираем лучшее и с точки зрения соотношения цены и качества. Если говорить о сегменте, это какой сегмент у Рестора? У Рестора средний плюс и выше. Но на самом деле, знаете как, я бы отметила следующую вещь. По текущему году все мы, безусловно, видим, что сегмент электроники чувствует себя не так хорошо, как это было ранее. То есть like for like он отрицательный, по крайней мере, по трафику. По продажам буквально недавно делали аналитику, глубоко смотрели. На цифры ежемесячно в течение апреля, мая, июня продажи у нас были положительные по like for like, несмотря на то, что трафик все-таки был меньше по сравнению с прошлым годом. Но тем не менее к нам приходит более целевая аудитория, а не просто люди, которые хотят посмотреть на товар в открытой выкладке, а это очень ценят наши покупатели. Поэтому тот тренд, который я замечаю, у нас появился более дешевый iPhone, например, в линейке. Более того, планируется еще выпуск ряд моделей. Мы ожидаем iMac в более дешевом сегменте. То есть, на мой взгляд, идет все-таки такая небольшая подстройка, чтобы под аудиторию, хотя, безусловно, Apple все равно будет оставаться в сегменте средний плюс. Но я считаю, что для нас это здорово, потому что это возможность дать максимальному количеству людей интересные продукты. Ну, по рестору здесь, в принципе, все, картина понятна. Там идет позиционирование, там больше скорее от, ну, как мы уже сказали, с вами подстраиваться под Apple. А с Samsung? Что у вас еще в портфеле вы сказали? У нас с Lego, Nike. Ну, Lego — это отдельная тема. Да, это отдельная история. Из проектов электроники у нас Samsung и Sony. Но единственное, что, Александра, я бы вас, наверное, немножко поправила, потому что не то, что мы подстраиваемся под Apple, потому что наш портфель в основе имеет Apple и все то, что вокруг него. Даже, откровенно говоря, по контракту мы не можем продавать конкурентные продукты в нашей фирменной рознице. Но делается колоссальная работа здесь внутри, в компании, по работе с персоналом, по поиску вот этих дополнительных решений, потому что Apple не спускает нам готовый список тех аксессуаров, которые у нас должны быть. Мы работаем очень много над повышением качества сервиса. У нас регулярно проводится мистер-шоппинг, исследования и так далее, и так далее. То есть мало просто привезти сюда товар и поставить его на полку. Есть четкие стандарты, которым, в принципе, если следует, то, безусловно, ты будешь иметь возможность быть таким полноценным лицом, правильным лицом бренда. А фирменная розница именно таковой и является. Поэтому я бы сказала, что это такой комплекс и того, что дает нам Apple, и той, в принципе, экспертизы. А в следующем году это уже будет 10 лет, как существует сеть рестора. Я надеюсь, что мы это тоже отметим обязательно с нашими клиентами. Сколько есть у вас база постоянных клиентов? Сколько сейчас? Она есть, конечно, не имею права вам сказать об этом. Но могу отметить то, что это наш фокусный блок по работе, программа лояльности. Их у нас несколько на сегодняшний день. В принципе, по всем брендам отдельной программы. Рестор Сони у нас исторически сложилось так, что они в одной программе лояльности. Мы анализировали, есть ли смысл разделять их, поняли, что с учетом того, что Apple не предлагает нам все те же самые категории, что предлагает Sony, например, телевизор, фотоаппараты, видеокамеры, то здесь мы даем возможность нашим клиентам просто расширить выбор. Ну, дополнить. Совершенно верно. Мы наблюдаем кросс-продажи, поэтому, конечно, мы от этого не отказываемся. В перспективе цель, я думаю, что на 2015 год запустить хорошую, качественную клубную программу и объединить все наши бренды в одну программу, дать нашим клиентам еще больше возможностей благодаря нашему портфелю. А пока такой клубной программы? Пока такой нет. То есть вот там каких-то дополнительных скидок человек не получает? Вы знаете, я бы сказала, что ее нет формально, но, безусловно, когда мы запускаем новые бренды, мы делаем коммуникацию нашим клиентам, что у нас появился новый дружественный нам бренд на рынке, и мы готовы вам, как нашим постоянным клиентам в рамках этой дружбы, скажем так, сделать специальные предложения. Поэтому, конечно, безусловно, мы стараемся по максимуму эффективности от имеющейся клиентской базы использовать, но делаем это крайне аккуратно, не досаждая нашим клиентам. Ну, что касается электроники, здесь, в общем, в принципе, тут все понятно. И у вас такой большой опыт работы, и есть посещение по целевой аудитории, как вы уже сказали. А вот такие направления, как ювелирка, про которую вы начали говорить, или, например, надежда для беременных, вот как здесь, какие целевые аудитории, как вы выходите на этот рынок? Ну, на рынок ювелирного сегмента, мы, скажем так, вышли только сегодня, да, но аудитория вполне понятна. Аудитория — это в первую очередь молодые девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Бренд предлагает в том числе и продукцию для мужчин, но с точки зрения структуры продаж это будет достаточно незначительный объем. Бренд имеет очень специфический дизайн, свой стиль, свою такую уникальность. Это ручная работа, то есть благодаря этому каждое изделие практически уникально, да. Исторически, в принципе, у на Дичинквента переводится как один из пятидесяти. То есть их философия была в том, чтобы выпускать очень лимитированные коллекции, и каждое изделие было представлено всего лишь в пятидесяти штуках. Но с учетом того, что бренд развивается, и они представлены уже, насколько я помню, более чем в десяти странах, то, безусловно, они были вынуждены отойти от этого. Хотя в коллекциях появляются модели на регулярной основе, которые имеют именно такой лимитированный тираж. Но это уже сегмент, я бы назвала, такой более близкий к премиальному. То есть это не средний сегмент, а дороже. Но вы вышли на рынок именно как, в средний или все-таки там средний? Нет, это средний плюс и выше. То есть это не массовый. А конкуренты? Ну, безусловно, мы к ним присматривались долгое время. Но мы считаем, что все-таки за счет того, что это испанский бренд, с такой большой историей, очень красивыми магазинами, а витрина — это тоже часть продвижения бренда. И здесь мы имеем экспертизу, да, в плане развития фирменной розницы в целом. Я считаю, что бренд, безусловно, будет популярен. И более того, мы надеемся, что, может быть, он завоюет сердца тех, кто несколько подвстал от тех брендов, которые уже носят многие. Нам хочется дать возможность нашим женщинам выделиться. Тем более, что, я думаю, что вы знаете хорошо, да, что в фэшн-индустрии вообще сейчас есть такой тренд смешения брендов, когда женщина может одеть очень брендовое красивое платье, но при этом одеть бижутерию, но очень качественную, стильную, и тем самым блистать на вечере. Ну, а об этом мы продолжим после рекламной паузы. Дорогие друзья, реклама. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа «Компания Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Мария Голенкова, директор по маркетингу группы компании «Adventive Retail Group». Мария, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Мы затронули такую интересную тему, как смешение стилей, смешение дорогих вещей в фэшне, в фэшн-направлении, дорогих вещей с более бюджетными вариантами в разрезе ювелирных украшений. Мне, как любой женщине, всем нравятся ювелирные украшения, но не хочется на других видеть то же самое. Совершенно верно. Это большая проблема. То есть мы понимаем, что уже все ходят примерно в одних и тех же украшениях и выделиться в таком плане сложно. Вот что готов предложить новый бренд? Новый бренд как раз предлагает ту самую возможность выделиться, потому что здесь нет истории про собирательство, здесь нет истории про накопление уже на имеющемся браслете каких-то дополнительных элементов. Здесь есть история про возможность создать себе некий имидж за счет дополнения его различными аксессуарами, которые представлены в портфеле бренда. Здесь помимо браслетов есть очаровательные серьги, очаровательные часы и так далее. И кольца просто потрясающие. Поэтому я думаю, что девушки, которые как раз устали от тех самых брендов, которые на всех, и не только от этих брендов, но и от тех, кто их копирует, я думаю, что этот бренд должен покорить их сердца, и я надеюсь, что они станут нашими покупательницами. Как вы, выходя на рынок, планируете продвигать этот бренд? Безусловно, большая ставка будет на пиар, на работу с блогерами. Мы надеемся найти поклонников среди, возможно, российских звезд, и в том числе через эти инструменты делать продвижение. Безусловно, будет какой-то рекламный бюджет на продвижение бренда, но все-таки именно создание узнаваемости и обеспечение вот этого рекомендательного эффекта, когда кто-то советует, хвалит бренд. Не обязательно ставку на звезд. Нет, не обязательно на звезд. У нас, кроме звезд, я повторюсь еще раз, есть блогеры, есть сайты, сайты изданий, которые активно пишут про фэшн. Мы хотим стать частью, вместе с этим брендом, частью этого фэшн-рынка и помочь, скажем так, следовать тому самому тренду, отличаться от других. И нам кажется, что этот бренд, он как раз даст возможность девушкам именно это и привнести в свой гардероб. Но ювелирные украшения еще отличаются, ювелирные бренды отличаются тем, что не так часто идет смена коллекции. Это все-таки не фаст фэшн, как в одежде. Ну, вот приобрели одно, второе, третье, но не будет же женщина скупать все. Вот какая идет смена коллекций у ювелирных брендов, ну, в частности, вашего бренда? На самом деле здесь, я думаю, что не удивлю вас. Это две большие коллекции в течение года. То есть это весна, лето и осень, зима. То есть как в фэшне. Как в фэшне классическом, да. Но у них очень интересная коллекция с точки зрения даже той идеи, которую они несут в каждой коллекции. То есть они выбирают конкретный район, остров, камень, да, вокруг которого может развиваться история конкретной коллекции. И развивают эту коллекцию уже на разных аксессуарах. То есть, в принципе, девушка имеет возможность в течение года, например, да, или в течение полугода создать себе там некий комплект. То есть это может быть там те же сережки, например, или браслет на руку. Понятно, что частота покупок не такая колоссальная, но мы, например, работаем в рынке электроники, мы понимаем, что здесь так же, не так же, а в этом рынке по сравнению с детским сегментом частота покупок намного меньше. Там целевая для нас 2-3 покупки в течение года, потому что клиент может прийти за основным устройством, потом за аксессуаром к нам. Я думаю, что здесь будет та же самая история. Более того, это история про подарки. Подарки никто не отменял, и мы надеемся, что... Ну, это такая классика жанра. Да, на гендерные праздники мы обязательно и на Новый год, конечно же, он раньше был. А коллаборации? Сейчас модно со всеми делать совместные коллекции, либо производить коллаборации. Там, не знаю, вот сейчас под фильмы Лефисента огромное количество ювелирных изделий. Ну, что-то как-то очень близко было сделано. Такой тренд есть, мы его обсуждали, но так, чтобы подтвердить, что он там намечен к реализации на такой-то период времени, пока рано, потому что проект только-только запускается. Безусловно, определенная работа с точки зрения того, как мы будем продвигать бренд, она проделана уже. Но первое открытие у нас состоится в августе месяце в Метрополисе. То есть сегодня мы объявили просто официально о подписании контракта. Вот, поэтому изначально мы порадуем москвичек и москвичей, потому что мужской сегмент тоже представлен. Потом пойдем уже дальше. А сколько магазинов планируете открыть до конца года? Ну, до конца года цифру вам точно не скажу, потому что, безусловно, она зависит от наличия свободных площадок, потому что мы с вами, я думаю, хорошо понимаем, что здесь локации должны быть соответствующего уровня. Одна локация вот у нас уже есть. Есть уже на примете две дополнительные локации, два дополнительных торговых центра. Но я надеюсь, что до конца года 3-4 магазина у нас будет. В целом руководство компании ориентируется минимум на 10 магазинов, потому что иначе проект просто не имеет смысла. А так в перспективе, если это будет сеть 20-30 магазинов, я думаю, что это будет вполне такой ощутимый игрок на рынке со своим позиционированием. Ну и, соответственно, при этом интернет продажи вы не рассматриваете? Нет, наоборот. Интернет у нас будет. Мы планируем мобильное приложение, опять же-таки, для удобства ознакомления наших покупательниц с нашим ассортиментом. Красивые картинки, красивое описание, возможность отложить продукт и так далее. Ну, с ювелиркой вроде нам все понятно, но у вас в портфеле еще есть детский бренд. Да. Вот как с этой аудиторией? Это беременные женщины, которые, ну, в общем, покупают очень многое в силу своего положения. Вот как вы сработаете с этой аудиторией? Опять же-таки, сегмент для нас тоже новый, так же, как УНА. Но с Принатал мы работаем уже несколько месяцев. Здесь, конечно, уже определенные шаги сделаны. Сегмент достаточно непростой, в том числе по той причине, что период беременности достаточно короткий. И завоевать сердце мамочки нам нужно в очень короткий срок. Ну или, по крайней мере, чтобы она запомнила нас и вернулась к нам потом. Поэтому у нас уже запущена вместе с открытием магазинов программа «Привилегий». Это некая клубная программа, где наши покупательницы могут получать дополнительные поощрения за свои покупки. Самое главное, что в перспективе на базе этой программы мы хотели бы построить клуб, если так можно выразиться, по интересам. Потому что, безусловно, мам волнует... Мама волнует очень многие вопросы. Кого-то может волновать йогу во время беременности, кого-то может волновать, как правильно воспитывать ребенка и так далее и тому подобное. Одна из идей, которая у нас есть в команде, это проводить небольшие уроки по уроке итальянского языка, потому что бренд Принатал итальянский, 50 лет. Хорошая идея. Да, нам кажется, что это тоже будет очень положительно воспринято нашими клиентами. А какой сегмент в данном случае? Сегмент средний плюс, то есть это не премиум сегмент. Есть конкуренты на рынке, которые работают в более дорогом сегменте. Но я бы сделала акцент еще на том, что это все-таки действительно очень высокое качество товара. То есть преимущественно используются стопроцентные хлопок, которые хорошо дышат на коже ребенка. Бренд уделяет очень большое внимание производственным особенностям. Двойная прострочка швов. Они не используют материалы, которые содержат никель. очень внимательно относятся к тому, где будут расположены кнопочки, заклепочки и так далее. То есть вот этот 50-летний опыт, он действительно дает бренду возможность заявлять то, что бренд является экспертом в вопросах материнства. А делаете на акцент на, получается, здесь эко, да, у вас тема, и удобство? Делаете на этом акцент продвижения? Мы начинаем на этом делать акцент. И, безусловно, я думаю, что мы эту тему будем все больше и больше развивать. То есть мы сейчас нащупываем максимальное количество точек, преимуществ, да, вот таких якорьков, за которые можно цепляться и строить это продвижение. Но, безусловно, если говорить об итальянском рынке, то там пренатал известен всем и, в принципе, даже не нуждается в объяснении. Нам здесь еще предстоит достаточно большая работа. А это одежда для беременных и для малюток? Не только малютки, в принципе, это дети до 8 лет, но коллекция для малышей, как раз малюток, как вы их назвали, она совершенно божественна, очаровательна. А то, что касается одежды для мамочек, мы уже получали фидбэк от наших клиенток, что действительно очень качественная, удобная одежда, приятная на ощупь, что очень важно маме, да, чтобы ей было комфортно в этот период времени. Просто название как-то заложено, что больше как-то ориентируется на беременных. Совершенно верно, но здесь как раз и, я бы сказала, прячется тайна бренда, потому что бренд старается завоевать сердце женщины именно в тот период времени, когда она еще вынашивает ребенка. Только хотел сказать, что обидно сначала завоевать любовь, а потом ее после рождения ребенка, если нет одежды для детей, то любовь потеряет. Нет, мы ее не потеряем. Более того, мы считаем, что у нас выстраивается такая прекрасная линейка в портфеле, которая нам позволит быть с нашим клиентом еще долгое-долго время, потому что после принотал у нас есть лего, прекрасные конструкторы дупла, с которыми дети играют, с младенчества. Поэтому я думаю, что наоборот, появление этих брендов, оно скорее расширяет возможности для общения с нашими клиентами, для их удержания. А клиенты знают о группе компаний? Они знают о возможностях к группе компаний? Я поняла. На самом деле нет, на текущий момент не знают. И я бы сказала, что это было осознанное решение в свое время, в том числе, когда у нас в портфеле начали появляться несколько конкурирующие бренды. Но тем не менее, в рамках клубной программы, я думаю, что мы им об этом расскажем, потому что партнерские программы на текущий момент крайне-крайне популярны. И я уверена, что, ну, как минимум, три-два-три бренда в портфеле точно будут… В кросс-программе. Совершенно… Ну, не в кросс-программе, а точно покорят сердце каждого клиента. У кого-то это будет Рестор, Найки, например, может быть, тот же Лего, если есть дети, у кого-то еще какие-то бренды, их сочетания. Но нам хочется по максимуму дать возможность нашим клиентам пользоваться преимуществами, которые мы можем дать. Лего — это вообще отдельный мир? Отдельный прекрасный мир, связанный с детьми, с их настроениями, с умением работать с детьми. Потому что, когда у нас набираются сотрудники магазина Лего, то на это тоже делается большой акцент. И при обучении, и в целом при интервью сотрудников. Потому что они должны уметь общаться с этими маленькими покупателями, некоторые из которых сами приходят своими карманными деньгами. И вполне с ними надо уметь поддержать диалог и рассказать о серии, или поспорить где-то. Даже так? Даже так, да. То есть наши маленькие клиенты много мучат нас, и мы, безусловно, прислушиваемся к ним в том числе. С точки зрения продвижения, насколько я знаю, еще проводится большое количество различных мероприятий, когда Лего в больших размерах, в больших размерах какие-то… Да, Лего в больших размерах — это действительно прекрасно. Мы проводим эти мероприятия уже два года. С учетом того, что по всем брендам мы работаем с производителями напрямую, то мы получаем очень качественную, хорошую поддержку. С компанией Лего вообще особые отношения, очень тесные. И продвижение бренда через фирменную розницу идет особенно интенсивно. Вот перед Новым годом как раз у нас был шикарный совершенно кейс с постройкой шестиметровой елки. Мы строим ее второй год. Но в этот раз мы сделали еще очень такую активную компанию и на ТВ, и на радио. Поэтому рассказали об этом всем. Настолько активно рассказали, что, честно говоря, площадки, например, того же торгового центра «Атриум» практически трещали по швам, потому что всех детей было очень сложно вовлечь в процесс. И мы уже думаем над тем, как нам оптимизировать процесс в будущем, потому что елка вызывает колоссальный интерес. Не только елка. Но это тема отдельной программы. Мы вас еще пригласим обсудить этот вопрос. Спасибо большое. Дорогие друзья, это была программа компании «Люди» и ее ведущая Александра Алферова. А в гостях у меня была Мария Галенкова, директор по маркетингу группы компаний «Инвентифритейлгрупп». Спасибо большое. До свидания.